В поселке Развилка открылась секция по скандинавской ходьбе, куда может прийти заниматься любой желающий. Для центра спорта Али, тренеры которого будут проводить занятия, это новое направление. У нас дети были, юноши, взрослые, и сейчас вот мы как раз закрыли полностью все возраста. То есть у нас в поселке Развилка могут заниматься люди любого возраста. Первое занятие прошло в виде инструктажа в здании Развилковской библиотеки. Собравшимся рассказали о том, чем полезна скандинавская ходьба и как выбрать снаряжение, а также распределили по группам. Формируются группы, это будет на бесплатной основе два раза в неделю. У нас на двери библиотеки будет висеть расписание занятий, и каждый может прийти посмотреть, когда, где, во сколько, какая группа занимается. Скандинавская ходьба – уникальная техника, позволяющая задействовать одновременно около 90% мышц тела. При этом заниматься ею могут люди абсолютно любого возраста. Противопоказаний практически нет. Скандинавская ходьба, как любая аэробная нагрузка, циклическая, она улучшает всегда настроение, она влияет на органы кровообращения, понижается артериальное давление, нормализуется, улучшается всегда настроение, тренируются все группы мышц. Нет, наверное, такого места, на что не влияет. У диабетиков понижается сахар, у тех, кто страдает депрессией, у них появляется смысл жизни, те, кто хочет спортивной нагрузки, они получают адекватную спортивную нагрузку, потому что палка в данном случае у нас работает как силовой тренажер. Правильная палка для скандинавской ходьбы легкая и прочная, для новичков лучше выбирать не телескопическую. Рукоятка должна быть со вставками из пробки или вспененной резиной и заканчиваться специальной полуперчаткой, так называемый темляк. На другом конце острый наконечник для хождения по грунту и резиновый каблучок для того, чтобы ходить по асфальту и плитке. Есть коэффициент 0,68, мы свой рост умножаем на 0,68, приблизительная длина палки. Если палки получается градация 5 сантиметров, просто выбираем то, что удобнее. Взять за ручку под темляк, приложить к себе. И костяшка большого пальца должна быть в районе пупка. Тренеры советуют заниматься ходьбой минимум 3 раза в неделю, уделяя занятиям от часа до полутора. Если организм ослаблен или вы недавно переболели, начинать нужно с 30 минут. Освоить скандинавскую ходьбу, конечно, можно и самостоятельно, но специалисты советуют все же первые шаги делать с тренером. Ошибки в выполнении могут не только не принести пользы, но и навредить. Диагональная техника, которую я преподаю, это финская технология, инва. Она самостоятельно или по видеоматериалам не осваивается, потому что не видно себя со стороны. Потому что самое главное в этой технике именно элемент отталкивания. Научиться правильно отталкиваться рукой. То есть мы отталкиваемся рукой прямой, без сгиба. То есть толчок у нас происходит прямой рукой назад, да и вынос руки за тело. Нине Ивановне Ершовой 77 лет и уже два года она занимается скандинавской ходьбой. Я вообще люблю физическую нагрузку, люблю подвижность. Поэтому я с палками хожу с удовольствием. Вера Васильевна Масцевая тоже не мыслит свою жизнь без спорта. Она занимается йогой, а также скандинавской ходьбой, которую несколько лет назад освоила самостоятельно по видеоурокам. Мне начали интенсивно болеть колени. Я все время нахожусь в поиске, чем заняться и что можно сделать для того, чтобы их восстановить. Сегодня вот была у нас встреча с Еленой Вячеславной. Она сказала много нового для меня и я свою скандинавскую ходьбу хочу отправить. Занятия будут проходить каждую среду и пятницу в 9, 11 и 13 часов. Записаться можно в библиотеке МФЦ поселка Развилка или в спортивном центре Олимп.